посмотрите куда это индюшка моя залезла залезла к перепелятам кушает тут у них видите с этой стороны да в принципе выглядит уже здоровой вот этот под этим глазиком уже никакой пушисти нет чуть-чуть все хорошо но чего не скажешь о другом глазики и появилась еще одна проблема очень страшная насчет которой я переживаю сильно сейчас покажу расскажу вам сегодня после всех этих процедур которые я вам показывал днем у нее очень сильно начало прям все раздувать вокруг глаз что вот так вот прям и вокруг все было знаете такое что у нее аж глаза не видели они были зажбурены и все вокруг разбухло я очень из-за этого переживал я думала я приду со школы и она уже будет мертвая потому что прям странная была реакция но пришел этот глазик ну все хорошо чуть конечно есть что-то но все же из этого глазика уже начала тоже уходить хотя вот видите еще есть довольно таки сильно но самое что страшное за что я переживаю это посмотрите на бороду и вот здесь вот горло это или что тут прям огромный такой ком раздуло видите но я думаю видно даже до видео вы тут прям сильно сильно раздуло и она там что-то такое как твердое что ли не знаю что это и ну вот кто может знает посоветуйте что мне с этим делать может и не знаю там тоже какая-то слизь ее выкачать но не похоже слизь она тут мягкая то есть она прям мягенькая здесь а тут именно какой-то ком буду смотреть до утра надеюсь что к утру вот тут вокруг глазика тоже все уйдет как и здесь но она уже начала уходить и все будет хорошо но вот на счет этого только переживает так она активная кушает пьет всю травку скушала сейчас у перепелов яйцо не раздавили тоже и вывалил дубой съест комбикорм кушала видно зобик у нее полный даже прям очень полный прям там довольно таки много комбикорм а то есть так она активная кушает но вот другая проблема надеюсь что все пройдет все будет хорошо вы мне писали видно что не мои подписчики а так видимо которые просто смотрели видео случайно убрать ее зачем типа ее мучать ну во первых эта индюшка мне нужна она растится не на мясо вот она мне нужна живой и как бы тем более в ней то ничего еще особо и это да мелкая еще и поэтому ну какой смысл от этого будет а побороться стоит может быть и выживет и будет вполне у меня потом здоровая хорошая индюшечка так что вот за это я очень рад то что под глазами уходит но вот это вот меня беспокоит надеюсь что так же к утру пройдет ну или хоть поменьше станет может такая реакция тоже ну посмотрим моя маленькая хотела бы это снять в шорте но шорт просто не вместила вся информация поэтому вот снимаю небольшим длинным видео вот так вот она главное что мне кажется что активная она кушает пьет конечно сопли у но это признаки синусита опять таки из-за него все все буду смотреть до утра утром обязательного милишорца или видео сниму расскажу что с ней и если вдруг под глазами еще что-то останется то повторим процедуру выкачаем слизь и зальем лекарства немного все но пока что она в любом случае пять дней будет сидеть тут на антибиотике за этими моими двумя индюками вот он мальчик и девочка наблюдаю чтобы у них тоже такого не было но вроде все хорошо и у них еще видите какие-то такие ватки по появлялись я сначала думал как бы это ни была болячка такая есть сейчас не вспомню как она называется когда вот у кур да да гребнях появляются такие как ранки но вот вроде это только вот у нескольких индюков было и в принципе с курочками с остальными все нормально поэтому я надеюсь что просто может поклевали их все с этим пока что все хорошо мои красавицы вернее красавицы красавица галашейный петушок спят тут гуси утки испугались выбежали куя все индюшечка я думаю сейчас залетит сюда спать наверное на наш привыкла надо сесть я до этого заходил она вот тут на этой на этой палке сидела которые лампочки это приделаны поэтому я думаю сейчас она опять туда залетит и будет там сидеть всем спасибо за просмотр и всем пока